Друзья, в сегодняшнем видео я вам помогу сделать возврат, если вы купили что-то на Алиэкспресс в феврале месяце, и как понимаете по данным событиям, в марте месяце вы не могли получить свою посылку, ни в апреле месяце, ни в текущий момент. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Если вы перейдете в раздел Алиэкспресс, увидите вашу посылочку, отследить, вы можете заметить такой момент, что посылка возвращена отправителю и принята отправителем. Что это значит? Это значит, что вам нужно сделать возврат, а не ждать 90 дней, пока Алиэкспресс автоматически примет какое решение. Поэтому я сейчас вам покажу, как это сделать. Переходим в приложение Алиэкспресс, идем в мой профиль, выбираем заказы отправленные, те, которые якобы нам отправили. Мы смотрим те, которые у нас висят, но не доехали. Можем нажать отслеживание, и у нас будет встречать такое уведомление, как посылка возвращена отправителю, принята отправителем. Что в этом случае делать? Чтобы долго не ждать, там по истечению 90 дней, или сколько нам дают, вот здесь смотрим, 14.02. был сделан заказ, и ждать нам будет очень долго, скажем так, до июня месяца на текущий момент. Вот, что делать? Нам нужно нажать вот сюда, где бесплатный возврат, либо чуть выше на цену, и здесь вот можно открыть спор. Открываем спор, что нам здесь нужно написать. Вот, выбираем возврат товара или денег, или только возврат денег. Нажимаем возврат денег, вы получили заказ полностью или частично. Выбираем нет, ничего не получил. Мы видим, не можем обработать ваш заказ и ждать аж до 23 июня. Как это избежать? Нам нужно нажать открыть спор. Выбираем возврат товара и денег. Здесь выбираем проблема со сроком хранения. Нажимаем продолжить. Потом указываете причины все необходимые и все, и ждете ответочку. Желательно, конечно же, написать продавцу. Я не буду, так как я с человеком договорился, что он мне скинет деньги на Paypal. Тут такой тоже вариант есть. Поэтому, как написать продавцу, мы когда перейдем в раздел, вот именно здесь, на товар. И у нас есть вот кнопочка связаться с продавцом. Нажимаете сюда. Как видите, вот я буду ждать до пятницы. Сегодня четверг. Завтра, если нет, я делаю возврат и ему некуда деваться. Он в любом случае вернет, если не скидывает на Paypal. Все. Вот этого достаточно. Как будет выглядеть возврат? Возвращаемся назад. Видите, ожидаемые отзывы. Вот. Это то, что уже у меня одобрил именно сам Алиэкспресс. Все. Здесь возврат у нас идет в процессе. Как видите, спор закрыт. Сумма, которая мне будет... На проверить возврат нажимаем. Сумма, которая будет возвращаться. Видите, возврат одобрен. Обработается возврат. Он буквально был ночью обработан. Сейчас, вот видите, уже вечер. И я думаю, завтра, даже сегодня ночью, мне поступят эти средства. Эти средства будут выглядеть так. Вот у меня было в Монобанке это все дело. Вот. Как видите, вот. Отменено Алиэкспресс. Вот такой вот возврат у вас будет уже поступлен. На Приватбанк или Монобанк. Какой карты вы там оплачивали. Не имеет значения. По данному курсу, который сейчас. Вы даже будете в плюсе. Ничего сложного. Вы, конечно же, можете договориться с продавцом. Они вам скинут на PayPal деньги и вы просто закроете этот спор сразу же, не открывая, по сути. Просто оставите какой-то отзыв положительный и все. Или же будете делать все-таки такой возврат, как я вам продемонстрировал. Вот и все. Ожидайте свои денежки. В течение пяти дней вы данный вопрос решите без каких-либо трудностей. А чтобы не пропустить мои новые видео, прожмите колокольчик, подпишитесь на канал и оставьте положительные комментарии. Для меня будет приятно. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok